Приветствую вас! Здравствуйте, дорогие участники и посетители Петербургского книжного салона! Раз вы пришли, значит читайте книги! И вы, надеемся, вы нас знаете! Дорогие мои ведущие, обычно красивые, Туда-сюда известные люди! Но Петербург, как вы знаете, город Ассоль, поэтому и ведущий на нашем сегодняшнем сайте тоже Ассоль. Я с удовольствием приветствую и представляю вам мою коллегу. В качестве ведущей сегодня самая известная старуха русской литературы Алёна Ивановна, старуха-процельщица. 150 лет назад случилась нейроническая история, но отказаться от участия в Петербургском книжном салоне она не смогла. Алёна Ивановна! Да и ведущий, даже знаете, не дайте, что вы найдете, что я про ведущего. Ведущий, не красавец, подпольник, профессорист. Роман еще есть такой, кто-то, что Петербург Миталович. Знай, зависит из подпольника. Вот он смотрит за него злой, неповлекательный человек, не Терен, а Витчев, как Горбус и Горбус. И каждый согласится с каждым годом работать на Луне. Закрой его очагку уже дед лучше. Да, Лёна Ивановна, просто таких слов я даже не знаю, как продолжать. Но тем не менее, мы продолжаем. Сегодня вас ждет удивительное шоу. В качестве кутюрье выступает сам Фёдор Михайлович Растоевский. Поприветствуем, маэстро! И солнце, обратите внимание, сразу выглянуло с появлением этого великого сериала на наших подконках. Но это моментальное выявление, поскольку в конце вашего голова времена поприветствует вас всех еще раз. Уже это очень-то более вдумчиво. Мария Марковна создана костюм героев, который представлен сейчас перед нами в нашем фондном показе. В конце, Растоевский обязательно поприветствует вас. А сейчас мы начинаем! Роман Бедный Люди, Макар Девушкин. Макар Девушкин, первый герой Фёдора Михайловича. Работает переписчиком в конселярии. Очень аккуратно переписывает. Да, когда мы шли, как сделают типичного студентарного заведника, платье со старинок, в улице болтаются на деке. Главная черта этой примерливости и скромности. Макар Девушкин, маленький человек. Роман Твойник, Яков Семенович Галяткин. Эту и в этом Микола сказал главнейшее типа. Законкин, словом, мгнителен, незначительным. Просто я клеточка. А вот и господин Галяткин, младший. Как тебе каплин, ты похожий на Галяткина старшего. Законкин, словом, мгнителен, незначительным. Эй, Ведушки, костюм не заплачивайте. Они же только что от портного. Ведушки, аккуратнее. Яков Семенович Галяткин, старший и младший. Твои дети. Дядюшкин Цонг. Князь Камбург. Князь Камбург. Князь Камбург, совершенно комический персонаж. Ничего не станет. А оказывается, что вот-вот разбавится. Ты аристограф, но абсолютно впал в неославие. Здесь расставленцы с каким-то кусочком. Вносит корей, кисы, макетбарды, даже к варьеву, переца и кумят свечей кем. Ходит в корсети и хавает на левую луну. Эта нога у него поддельная, правый глаз, стеклянный. И зубы, обратите внимание, неодостоящие. Но отец совершенно отбаводит. Князь Камбург.